В Центральном парке городского округа прошел семейный фестиваль «Сабантуй». Он организован региональной татарской национально-культурной автономией Московской области. Яркая концертная программа, угощения чак-чаком и татарским чаем, народные забавы, интересные мастер-классы и спортивные состязания. О том, как праздник отметили в Люберцах, расскажет Анастасия Кладинова. Дорогие праздники! Добро пожаловать! Народный праздник «Сабантуй» знаменует окончание весенних полевых работ. В Московской области фестиваль проводится с 2001 года и за это время приобрел мультикультурный семейный статус. На него приезжают представители десятков национальностей с детьми, родственниками и друзьями. По традиции, каждый год фестиваль принимает новый город. В 2024-м это стали Люберцы. Мы сегодня на нашей Люберецкой земле встречаем такой правильный летний светлый праздник «Сабантуй». «Сабантуй» — это наши традиции. «Сабантуй» объединяет в себе абсолютно разные возраста, разные национальности. Сегодня губернатор Андрей Юрьевич Воробьев просил также поздравить всех гостей, всех, кто присутствует на этом празднике. Считаем «Сабантуй» открытым. Мы укрепляем дружбу нашу, да, но мы и помогаем в тех местах, где трудно. Мы такую помощь тоже оказываем, и наше сегодняшнее мероприятие, оно посвящено и этому событию, тоже это вы увидите. Вы меня прекрасно понимаете, что мы вместе. И наш праздник сегодня — это праздник дружбы и сплощения нации. Поэтому с праздником, с дружбой, вперёд, Олга! На «Сабантуй» привезли тонну чак-чака. Каждый мог продегустировать главное медовое угощение татар и выпить ароматный чай с травами из самовара. Также гости фестиваля участвовали в мастер-классах по вышивке гладью и на сухом войлоке, и в качестве на станке. Наши бабушки, прапрабабушки в каждом селе, в деревне, в доме обязательно был станок, изготовленный собственными руками. И это было собственное производство. И, допустим, платье изношенное, халат изношенный, из него делали полоски, вырезали, составляли клубок и использовали замечательно как материал для ткачества. Всё получается. Мы занимаемся ткачеством на таком старинном станке, и мы делаем домотканные дорожки, правильно? Очень интересно. Я первый раз в жизни села за такой станок, часто видела эти дорожки и всё думала, как же они делаются. Неизменный атрибут «Сабантуя» – кареш. Национальная борьба на поясах. Победитель, положивший противника на ковёр, именуется «Батыром». В этом году первое место занял Марат Миначев из города Буинска, республики Татарстан. В качестве призов «Батыру» вручили кубок, медаль и барана. В честь города Буинска пришёл сюда бороться. Было очень сложно. Соперники очень сильные. Они тоже так же занимаются, как и я. Боролся я в весовой категории свыше 80 килограммов. Я боролся четыре раза. Я всех выиграл. Я старался. Погрузиться в татарскую культуру гостям фестиваля помогали национальные коллективы. На протяжении всего праздника на главной сцене проходила развлекательная программа с песнями и танцами. Отличный мой игрок. Правда, первый раз. Номер-1. Номер-1. Песни, танцы. Песни, танцы. Погода хорошая сегодня. Всё хорошо. Всё для нас. Всё для народа. Танцы светят. Всё прекрасно. Спасибо вам большое. Безумно красиво. Я, как говорила, я в первый раз на таком мероприятии. Я сама с Пензой. И у нас проходят такие сабантуи, но не так масштабно. Но впечатляет. Очень нравится. В этом году в Люберце приехали свыше 30 тысяч человек со всего Подмосковья. По традиции на фестивале передают эстафету в виде скачущего коня со всадником следующему городскому округу, который примет Савантуй. В 2025 году народный праздник пройдёт в Химках. Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.